Всем привет, с вами как обычно я Виктор и вы смотрите прохождение Готики 2 Возвращения Ребаланс. Как видите, сейчас я нахожусь в долине рудников, потому что сегодня я планировал позаниматься различными делами именно в ней. И начать сегодняшний эпизод я бы хотел с выполнения задания Чаша Рудного Барлона, это у нас последнее задание по гильдии воров, и как я помню, мы раньше так эпизодов 20 назад уже пробовали начать данное задание, правда вот так его до конца не завершили. Итак, на чем мы остановились? Мы выяснили то, что Чаша Рудного Барлона находится в долине рудников, вот здесь вот в замке, и хранится под ключом на складе. Помнится мне раньше, что ключ мы этот достали, нам пришлось тут изрядно побегать по крышам для того, чтобы его найти, кстати, это было так достаточно забавно и увлекательно. В общем-то ключ достали, но тут произошло одно маленькое, по причине которого пришлось это все немножко отложить на потом. Дело в том, что здесь у нас есть такая небольшая внутренняя комнатка, которая тоже заперта на ключ, и этот ключ нам потребуется украсть у паладина по имени Парсиваль. Причем для того, чтобы его украсть, потребуется достаточно большое количество ловкости, ну где-то примерно около 100 единиц. Раньше мы просто не могли себе этого позволить, соответственно, украсть ключ мы никак не могли. Однако сейчас ловкость у нас составляет 124 единицы, я думаю, что этого более чем достаточно для того, чтобы стащить ключ. Давайте мы сейчас тогда сбегаем к Парсивальу и попробуем этот ключ стащить. Итак, вот он находится, паладин Парсиваль. Так, украсть его ключ очень сложно. А, это некий такой намек на то, что, скорее всего, у нас не получится украсть этот ключ с первого раза, так что давайте я сейчас вот сохранился, и мы попробуем этот ключ стащить. Надеюсь, мне повезет. Смотрите-ка, повезло, ключ я стащил действительно с первого раза. Ну что ж, отлично. И сейчас мы давайте тогда сразу сходим и вскроем эту внутреннюю комнатку. Там как раз-таки должна находиться чаша орудного барона, ну и я думаю, что там еще находятся различные другие самые ценные вещи, потому что эта комнатка так строго охраняется, то есть заперта на два ключа. Верняка там действительно хранится что-то более ценное. Так, дверь я за собой, пожалуй, закрою на всякий случай, и буду действовать здесь в режиме подкрадывания. Но это так тоже, на всякий случай, чтобы меня не запалили. Всякое может быть. Итак, аккуратненько подходим к этой двери. Открываем ее. Так, ну вроде бы пока что все идет как надо. Так, на полке мы сможем найти различные зелья. Это у нас зелье восстановления маны, зелье, которое дает прибавку к максимальной мане. Потом я тут видал еще какое-то странное зелье. Это у нас что за зелье-то? А, кажется, это вот это вот зелье двойного ускорения. Так, давайте мы сразу тогда выпьем эссенцию духа, чтобы повысить нашу ману на 3 единицы. Ой-ой-ой, я вышел из режима подкрадывания. Вроде бы все нормально. Так, здесь у нас находится свиток уменьшения монстра. И вдобавок здесь у нас находится еще один ключ. Сейчас вам покажу, что это за такой ключ. Так, это у нас ключ от третьей двери. На нем выгравировано имя Гомес. Сейчас нам этот ключ не потребуется. Но я так полагаю, что он потребуется нам в будущем, когда мы будем выполнять одно из заданий по гильдии торговцев. Достаточно интересное задание. Я вот так предполагаю, что это как раз-таки ключ от одной из комнат. Он нам потребуется в процессе выполнения данного задания. Но сейчас давайте вскрываем сундук. Там как раз-таки должна находиться эта чаша орудного оборона. Вы это слышали? И я это слышал, похоже, нас спалили. Причем спалили через стенку. Ладно, тем не менее, сейчас я попробую вскрыть этот сундук. Начнем заново. Так. Так, ну и вот как раз-таки это чаша орудного оборона. И вдобавок здесь еще находятся два куска магической роды. В принципе, все. Это все, что требуется для завершения данного задания. Только вот... Только вот, я не знаю. Давайте мы сейчас, пошел здесь сохранимся. Все нас спалили. И я так полагаю, что нас тут сейчас будут поджидать разъяренные стражники. И нам, скорее всего, сейчас придется сбегать в замок, в Гаронду и заплатить штраф. Я более чем уверен. Да-да-да. Так и произошло. Так, ладно, хорошо. Быстренько пробегаем. Быстренько бежим сразу прямиком к Гаронду. Сейчас нам нужно будет заплатить небольшой штраф. И, в принципе, думаю, что мы, заплатив этот штраф, все наши проблемы уладим. Я, конечно, в этом на все 100% не уверен, но попробовать стоит. Ходят слухи, что ты шарил в чужих вещах. Тебе так просто не уйти от ответственности. Ты, похоже, не понимаешь всей серьезности ситуации. Тебе придется заплатить штраф в качестве компенсации за твои преступления. Сколько? 500 золотых монет. Да я смотрю, тут они уже все знают. Они знают, что я... Своровал тут у них что-то. Я хочу заплатить штраф. Хорошо. Я скажу об этом нашим парням, чтобы немного успокоить их. Но чтобы больше такого не повторялось. Так, ну все, мы платим штраф в размере 500 золотых монет. Надеюсь, что ту награду, которую я получу за эту чашу, она окупит, как бы, кто-то вот небольшую сумму золота. Так, ну, в принципе, все. Чашу мы стащили. Вроде бы все в замке успокоились. И это означает то, что теперь я могу перейти к следующему, еще более интересному заданию. Так, стопа у нас маны нет. Так, давайте восстановим для того, чтобы телепортироваться. И сейчас я хочу перейти к следующему заданию, связанному с поиском Улу-Мулу. Итак, что такое Улу-Мулу? Улу-Мулу это священное оружие орков по урочему обычаю, которому подчиняются все орки. Владелец этого артефакта, почетный гость и друг орков, на которого они не имеют права нападать, пока тот не проявляет для них агрессии. Да, это та самая Улу-Мулу, которая была еще в первой части игры. И сейчас нам нужно будет ее сделать для того, чтобы спокойно в будущем передвигаться по долине рудников без каких-либо проблем. Однако, для того, чтобы ее сделать, здесь тоже придется, скажем так, немножко попотеть. Для того, чтобы ее сделать, нам необходимо сначала разузнать информацию о том, что же у нас произошло с храмом Спящего. Ведь прошло уже такое изрядное количество времени с того момента, когда я там убивал Спящего еще со времен первой части. Вот сейчас мы тогда давайте это и узнаем, что там, собственно говоря, творится. Итак, я, как видите, использовал свиток Превращения Снеппера. Он поможет мне добраться до туда достаточно быстро и, думаю, что без проблем. Потому что я знаю точно, что орки на Снеппера не нападают. Потом, да и, в принципе, всякие другие монстры на нас, думаю, не нападут. Это самый такой хороший монстр. Но, в принципе, варк тоже неплохой, я вам так скажу. Но варк, он более медленный, поэтому я вот решил воспользоваться именно Снеппером. Кстати, я очень редко пользуюсь такими разными свитками. Это порой бывает даже очень интересно, вот так вот играть в виде животного. Ну, прикольно, не правда ли? Думаю, вы согласитесь со мной на этот счет. Итак, вот так вот, в принципе, мы сможем спокойно подобраться до Храма Спящего. Самое главное здесь не подходить к людям. Не подходить именно вот к лагерям старателей. Потому что, в принципе, в других местах мы здесь людей-то и не найдем. Так, ну и, в принципе, из-за одной еще в виде Снеппера мы можем немножко разглядеть всю ситуацию. Здесь вот, в долине рудников, посмотреть то, насколько много здесь, собственно говоря, орков. Ну и, может быть, разглядеть еще что-то интересное. Может быть, найти какие-то полезные вещи для нас. Так, значит, нам вроде вперед, да? Так, ну, сейчас самое главное не попасть здесь к одному из лагерей старателей. Он находится где-то как раз-таки здесь. Так, ага. Лагерь старателей находится ниже. А мы как раз-таки подошли ко входу в Храм Спящего. Я смотрю, тут... Орки вроде как помаленьку начинают откапывать завалы. Восстановили мост. И что здесь вообще происходит? Это что такое? Это у нас похоже на каких-то орков-призраков, что ли? Да, черт я знаю, что здесь творится. Причем на нас они, как я вижу, вроде как никак не реагируют. Как-то странно все это. Но давайте посмотрим, что у нас случилось со входом Храм Спящего. Со входом творится тоже что-то немножко непонятное. Судя по всему, он, как я вижу, закрыт. И давайте почитаем, что у нас здесь написано в нашем дневнике. Итак, Храм Спящего. Я обнаружил странные вещи в районе бывшего Храма Спящего. Орки-призраки и перекрытый огнем ход вглубь горы. Надо бы посоветоваться с Ксардосом. Хорошо, то есть... Наш главный герой предполагает то, что сейчас нам нужно пойти назад в Хоринис и, собственно говоря, посоветоваться там с Ксардосом. Кстати, как я вижу, эти орки на нас вообще ни в каком облике не нападают. Но я не думаю, что на них стоит от этого нападать. Я не думаю, что из этого выйдет что-то хорошее. Не будем их трогать. Раз уж они нас не трогают. И после превращения я вижу то, что у меня сбилось все мое оружие. То есть нам придется опять-таки найти, где тут мой посох. Потом лук у нас непонятно какой оделся. Кстати, раз у нас сейчас ловкость увеличилась, то теперь я, в принципе, могу надеть вот такой вот хамбуковый лук. Он имеет 110 урона и требует 110 ловкости. Но сразу скажу, я за кадром немножко потестировал его. Урон от него не такой уж прям сильно большой. Так что пользоваться особо активно им я опять-таки не буду. Тут причина вся в том, что владение луком у нас не прокачено. Хорошо, поэтому давайте сейчас я выбираюсь отсюда при помощи телепортации. Сейчас я тогда вернусь в город. Но сначала я, пожалуй, забегу в канализацию к ворам для того, чтобы занести им чашу рудного оборона. А после мы сбегаем к Сардасу. Ну что ж, как видите, я добежал до Хориниса. Сейчас я нахожусь в канализации. И давайте мы сейчас поговорим с Кассией и отдадим ей чашу рудного оборона. Так, я нашел чашу. Но для этого мне пришлось изрядно потрудиться. Признаюсь, я восхищена. Ты можешь получить вознаграждение. Спасибо, что сделал это. Больше у меня нет заказов. Но ты можешь учиться у меня в любое время. И на острове найдется достаточно работы для тебя. Так, давайте заберем тогда сразу свою награду. Что тебе нужно? Так, смотрите. Она может нам предложить либо эликсир ловкости, либо шпагу мастера. Но я, поскольку не собираюсь ходить со всякими шпагами, то я думаю, возьму эликсир ловкости и просто повыше свою ловкость. Это, мне кажется, будет более лучшей наградой для меня. Давайте мы тогда это зелье сразу выпьем и повысим свою максимальную ловкость на 3 единицы. Ну что ж, а я тогда сейчас бегу к Сардасу. Всё, я дошёл до Сардаса. И давайте сейчас мы поговорим с ним насчёт того, что мы увидели возле Храма Спящего. Я обнаружил странные вещи на месте входа в Храм Спящего. Орки-призраки, которые ни на что не реагируют, и закрытый каменной плитой тоннель вглубь горы. Да, ты пришёл очень вовремя. Я как раз разобрался с этим вопросом. Это туннель, дорога в Храм Спящего. Орки пробились туда и расчистили завалы сразу после падения барьера. Но затем они почему-то поспешно покинули то место и закрыли вход. И я долго не мог понять почему. Но потом я всё понял, разглядев в этом очередную злую шутку Белиара. Его очень забавляет, когда его слуги перегрызают друг другу глотки, чтобы выслужиться перед ним. Судя по всему, нам придётся иметь дело ещё с одним серьёзным врагом. О ком ты говоришь? Я полагаю, что это один из избранных Белиара. И я не думаю, что он уступит по своей силе драконам. Белиар выбирает сильнейших. И наверняка он теперь новый хозяин у Ризеля. Ко всему прочему, Храм Спящего – отличное место для таких существ, как это. А демоническая аура этого проклятого места придаёт ему ещё больше сил. Судя по всему, орки были не в состоянии противостоять этому злу. К тому же, расчистив Храм от завалов, они даже избавили его от лишних забот. А те призраки, что ты видел у входа, послужат хорошим устрашением всякому, кто вознамерится посягнуть на его спокойствие. В общем, всё в этом теле говорит о том, что тебе ещё раз придётся отправиться туда и выяснить, что за зло сокрылось там. Как мне попасть в Храм Спящего? Рядом с решёткой не видно никаких признаков рычага или переключателя. Скорее всего, орки наложили на неё сложные заклинания, и, видимо, просто так она не откроется. Боюсь, тут я помочь тебе ничем не смогу. Тебе придётся самому найти разгадку. Наверняка только орки смогут ответить тебе на этот вопрос. Но пока что мы знаем только одного орка, который смог бы поговорить с нами. Это тот самый Уршак. То есть сейчас нам придётся опять вернуться в долину Рудников и попробовать с ним поговорить насчёт данной ситуации с Храмом Спящего. Итак, как видите, сейчас я нахожусь в долине Рудников, я уже добежал при помощи зелья ускорения до Уршака, и давайте мы сейчас тогда с ним поговорим насчёт проблемы в Храме Спящего. Что случилось в подземном Храме? А не закрыть Храм. Вдруг нельзя идти в Храм? Итак, орки сначала откопали Храм, после того, как мы убили там Спящего. Орки очень рады были тому, что Храм остался целым и невредимым. Но потом туда пришёл опять какой-то злой демон и начал убивать там всех подряд. Из-за этого орки закрыли вход и наложили на него сильное заклятие. Если мы подойдём близко к этому входу, то мы помрём. Итак, как же можно туда попасть? Уршак не понимать. Мне нужно попасть в подземный Храм. Ты можешь провести меня туда? Братья Уршак, закрыть Храм в земле очень хорошо. Итак, для того, чтобы нам попасть, собственно говоря, в Храм, нам нужно получить ключ. Они не слушают. Они сказать Уршак уходить. Они побить Уршак. Так, ну, в общем-то, из этого всего диалога мы можем выяснить то, что ключ находится в городе Орков. Тогда здесь действительно есть ещё вдобавок и город Орков. Он у нас находится неподалёк от, собственно говоря, прохода вдали на Рудников. Именно там мы сможем найти этот ключ и получить доступ в Храм Спящего. Однако там находится целая куча Орков. И для того, чтобы туда попасть, нам как раз-таки в этой ситуации потребуется Улумулу. Помочь сделать Улумулу мне сможет один орк по имени Тарак. По словам Уршака, я смогу его найти рядом с болотом около небольшой башни. Что ж, давайте мы сейчас тогда попробуем навестить его друга Тарака. Помнится мне ещё с первой частью, что мы ему там тогда помогли. И, в общем-то, он стал нам, в принципе, спокойно помогать в нашей просьбе. Думаю, что в этот раз он нам тоже не откажет насчёт этого. И думаю, что у нас всё получится. Итак, нам нужно найти Тарака. Он находится где-то на болотах. Это значит возле старой хижины Кавалорна. Хорошо. Нам сейчас нужно будет до туда быстренько добраться. Итак, как это можно сделать? Можно, в принципе, и попробовать пробежать при помощи зелья ускорения. А можно, в принципе, воспользоваться и превращением в какого-нибудь зверька. А, в принципе, я думаю, воспользуюсь именно вторым вариантом. Потому что это будет более быстрый и безопасный вариант. Давайте мы сейчас используем превращение, допустим, в того же Варга. В принципе, я не думаю, что мне эти все свитки прямо уж так сильно потом в будущем потребуются. Особенно, когда у меня будет Улу-Мулу. В общем, сейчас давайте мы в виде Варга тогда постараемся добежать до этой болотной местности. Находится она, в принципе, здесь неподалеку. Самое главное, опять-таки, для нас это нужно остаться незамеченным. Тут повсюду находятся люди, так что нужно здесь пробегать аккуратно. Ну, как повсюду? Не совсем повсюду, но тем не менее, такие места есть. Как, например, вот там вот. Там у нас находится один из лагерей старателей. Так, ну я вижу, вроде, в образе Варга тут тоже можно спокойно везде пробегать. Но это, конечно же, очень-очень хорошо для нас. Так, значит, как туда попасть? Ну давайте, значит, мы сейчас постараемся добежать до замка. А вот как раз-таки, начиная от замка, мы пробежимся, там у нас будет как раз-таки небольшая такая дорожка. Оттуда мы пробежимся сразу напрямую к этой болотной зоне. Вот. Ну сейчас вам постараюсь как раз-таки все это показать. Так, сюда аккуратно тоже мы не подходим. Там у нас находится Диего. Мы это тоже знаем. Так, значит, сейчас мы давайте идем сюда вот. Это у нас дорога как раз-таки напрямую к замку. Мне вот интересно, куда этот волк бежит, а? Мне такое чувство возникает, что он от нас убегает. Только не понимаю, почему, но... Все как раз-таки похоже на это. Так, ну и теперь мы сворачиваем к старому дому Кавалорна. Здесь тоже нужно действовать аккуратно. Потому что здесь у нас находится один из паладинов. По-моему, паладин по имени Маркос. Он здесь охраняет руду. Так, ну давайте мы, думаю, уже сейчас вернемся в обычный облик. Орков вроде поблизости здесь нету. Поэтому мы трансформируемся назад. Все, вроде бы все прошло успешно как надо. И да, опять у меня почему-то сменилось оружие ближнего и дальнего боя. Давайте мы сейчас быстренько переоденемся. Так, ну и не мешало бы, конечно же, сохраниться. Это само собой. Сохраняемся. Так, ну и теперь нам нужно искать здесь, собственно говоря, друга Уршака. То есть Тарака. Кстати, сразу хотелось бы отметить то, что этот Тарак, он появляется только после того, как мы поговорим с Уршаком насчет Храма Спящего. То есть пойти и получить Уламулоиду раньше у нас никак не получится. Так, я здесь вижу на горе у нас происходят какие-то прям боевые действия. Здесь я вижу какого-то Урка. И он тут, я вижу, сражается с какими-то скелетами. Так, давайте мы сейчас ему поможем разобраться с ними. Так, и последний скелет. Ой. Эй. Эй, ты же не станешь на меня нападать? Я тебя случайно ударил. Честно сказать, мне крайне не нравится, когда происходят вот такие вот ситуации. Но, к счастью, я прям как знал и сохранился прямо перед этим моментом. Так что все нормально. Сейчас, думаю, мы постараемся действовать чуть более осторожно. И у нас обязательно все нормально получится. Так, ну что ж, давайте сейчас тогда снова поднимемся на эту гору. Так, где мы тут взбирались-то? А, вот тут мы взбирались. Вот. Вот тут, да. Так, сейчас... Может магией их завалить, а? Хотя нет, в принципе, магией тоже в какой-то степени рискованно, потому что... Могу спокойно попасть по этому тараку. Он постоянно здесь бегает туда-сюда, от этого как раз-таки вот это все происходит. Так, первого завалили, отлично. Так, завалили второго. Давайте мы сейчас сделаем, пожалуй, очередное сохранение. Пока все нормально, а то мало ли опять заденем его. И переигрывать это все как-то не очень мне хочется. Все, отлично. Мы помогли ему разобраться со скелетами. Давайте мы сейчас тогда с ним поговорим. Так, ну сначала я, конечно, соберу все трофеи со скелетов. Они мне тоже в будущем пригодятся. Кто ты? Помощь, помочь. Что случилось? Тарак нужный помочь. Тарак ранит. Тарак нужны сильные зелья. А то Тарак умерет. Тарак был зелья. Но потом теряй. Тарак не найди. Ты случайно не знаешь Уршака, шамана? Тарак думать так. Тарак знать, Уршак. Быть когда-то великий шаман. Тарак уважать, Уршак. Твой друг сказал, что ты можешь сделать для меня Улу-Мулу. Чужак помогать, Тарак. Тарак помогать, Чужак. Что я могу сделать? Тарак очень слабый. Нет зелья. Тарак умереть. Чужак принести зелье. А Тарак помогать. Тарак делать Улу-Мулу. Я найду твои лекарства. Тарак слабый очень. Чужак быстрый. А то Тарак умрет. Так, ну и здесь у нас повторяется аналогичная ситуация, что была в первой Готике. Тарак опять ранен. Он опять потерял свои лекарства. Но и мы должны будем сейчас ему помочь. Итак, для того, чтобы его вылечить, нам потребуется принести ему вот такое вот Уроче зелье. Кстати говоря, одно из таких Урочек зелья у меня есть, как видите, с собой в запасе. Такое Уроче зелье можно добыть, сражаясь с различными шаманами орков. Например, вот это вот я достал, по-моему, когда сражался с одним из шаманов орков в Еркендаре. Ну, за которого я еще греческий бонус получил. Вот, я нашел твое лекарство. Чужак неплохой, как другой солдат. Чужак хороший. Тарак сказать спасибо. Теперь ты можешь ждать мне Улу-Мулу. Чужак помогать Тарак. Тарак помогать Чужак. Чужак надо Кратак, Хастак, Двахкар и Орфантак. Чужак принести это. И Тарак делать Улу-Мулу. Что такое Кратак? Язык огня. Быть язык ящерица огня. Что означает Хастак? Рог мракоист, острый как нож, твердый как камень. Двахкар? А это что? Зуб под болотажор. Когда он кусать, никто больше не убегать. Что такое Орфантак? Зуб большой тролль. Делать дырка насквозь. Чужак искать. Дорог ждать здесь. Так, ну здесь, как видите, нам нужно принести ему опять определенные ингредиенты. Кстати, эти компоненты, они абсолютно идентичны и абсолютно такие же, которые были в первые готики. Итак, значит, мы должны будем ему принести Квыктролля, Рог мракоиста, Зуб болотажора и Язык Огненной Ящерицы. Три из этих четырех компонентов у меня есть. У меня нету только одного. У меня нету Зуба болотажора. Конечно, вы сейчас можете сказать, что я же убивал болотажеров, когда был в Яркендаре. Да, убивал, но, видимо, скорее всего, вот эти вот зубы болотажеров я продал охотникам. Скорее всего, они вот скупили у меня все зубы. И я тут немножко так поиграл и посмотрел, где же мы, собственно говоря, сможем найти болотажеров. Я нигде не нашел места, за исключением одного. Одного я сейчас имею в виду Старый Болотный Лагерь. Именно туда сейчас мы как раз-таки и отправимся. Потому что только там я смог найти болотажеров. Так, давайте мы сейчас тогда, вот я, как видите, уже телепортировался в лесной лагерь. И сейчас я постараюсь как раз-таки попасть в Старый Болотный Лагерь. Так, давайте здесь как-нибудь спустимся. Сейчас я вам покажу, собственно говоря, откуда мы сможем туда попасть. Ну и что нас там будет ждать. Вообще, я сразу скажу, что пока я бы не рекомендовал бы ходить в этот Старый Болотный Лагерь. Потому что там находиться пока что для нас слишком опасно. Там очень много достаточно таких сложных противников находится. Но, в принципе, мы туда забежим только буквально на пару минут. И мы, в принципе, от входа там буквально всего лишь-то на 10 метров отойдем. Так, кто там? А, это один из полученцев. Стыд мне показалось издалека, что это один из орков тут стоит. Так, значит, сейчас нам нужно будет двигаться строго вперед. И потом нам нужно будет повернуть налево. То есть... Так, это у нас, значит... Это у нас спуск кораблю орков. Нет, туда мы пока что не пойдем. Кстати говоря, насчет этого Драккара орков. Я думаю, что туда тоже стоит наведаться как-нибудь в самое ближайшее такое время. Но, все-таки, я бы советовал туда наведаться именно с Улумулу. Потому что без нее нам будет достаточно сложно, я так скажу, сломать этот корабль. Потому что там орков очень много. Они сразу на нас все нападут. Ну, это будет некой такой проблемкой для нас. Так, ну вот, смотрите. Сейчас мы доходим до вот такой вот горы. И как мы зайдем за нее, так нужно будет сразу повернуть налево. Там... Да, тут у нас вот такой вот резкий спуск вниз находится. И как раз-таки там у нас должен находиться вход в старый болотный лагерь. Давайте мы сейчас сохранимся и попробуем здесь немножко срезать. Я не знаю, получится. Нет, мне аккуратненько здесь скатиться по этой горе. Ну-ка, ну-ка. Так, отлично у нас получилось это сделать. И, говорю сразу, здесь, скорее всего, полным-полно всяких разных опасных противников. Потому что здесь, прямо вот возле входа в лагерь, я никого не убивал. Я здесь ничего не зачищал. Так что, будем смотреть. Вот, кстати говоря, еще один тролль. Но, ладно, мы не будем его убивать. У меня есть уже клыки тролля. Я его как-нибудь давайте лучше убью потом, за кадром. Так, здесь у нас находятся драконий снэпер и драконий ящер. Но драконий снэпер вроде не особо такой сложный противник. А вот драконий ящер, конечно, противник посложнее. Так. Отлично, драконий снэперов мы уложили. Давайте сейчас вот так вот буквально будем по метру продвигаться вперед. Потому что здесь действительно достаточно опасно. Противников очень много. Так, теперь на очереди драконий ящер. В принципе, я бы не сказал, что он сильно сложный. Здесь просто нужно его запуливать вот так вот при помощи магии. Так, все, замечательно. С ним тоже покончено. Ну и вроде я там впереди уже особо никого не вижу. Там вроде какой-то волк стоит и все. Надеюсь, что там больше никого не будет. Так, давайте быстро соберем все с этого драконьего ящера. Так, магия на готове. Волк. А, еще один драконий ящер. Ну ладно, один это не проблема. С одним мы тут сейчас быстренько разберемся тогда. Давайте вот откуда не... А, их два. Хм, два. Два это уже небольшая проблема. С двумя сражаться будет несколько сложнее, нежели чем с одним. Особенно, когда они нападают все сразу на нас. Так, ну одного мы прикончили. Так, второму мы отняли больше, чем половину здоровья. Отлично. Сейчас нужно немножко отбежать. Самое главное не на тролле. Сейчас мы попробуем его, когда он немножко отстанет от нас, завалить до конца. Так. Все, отлично. Все, у нас все получилось. Мы расчистили полностью проход до старого болотного лагеря. Ну и, в принципе, я готов туда зайти. Так, давайте попробуем сейчас это сделать. Только перед заходом я бы вам настоятельно рекомендовал сохраниться, потому что... Там нас могут подсчитать самые разные неожиданные сюрпризы. Так, давайте сделаем сохранение. Так, ну теперь мы заходим в новую локацию, которая у нас была как раз-таки добавлена аддоном Возвращения. Это старый болотный лагерь, который был еще в первой части Готики. Так, ну, вроде бы мы попали, вроде бы пока все безопасно. Ну, впереди я вижу, там находятся какие-то скелеты или что это там такое вообще. Зомби-стражи. Ладно, я даже не хочу знать, кто это такие. С ними явно у нас могут возникнуть проблемы. Нам нужно сейчас вот буквально аккуратненько вот так вот вдоль этой горы сейчас пройти. И там впереди мы сможем найти как раз-таки болотажеров. Вон они. Так, нам нужно убить всего лишь одного для того, чтобы получить с него зуб. Так, давайте сейчас мы, может, магией тогда выманим одного на себя. Так, иди сюда. Так, ну и добьем посохом. Так, иди сюда, иди сюда. Все, замечательно. Но, в принципе, остальных я убивать, думаю, не буду, потому что в этом особого смысла не вижу. Ну, и теперь, в принципе, проделываем то же самое. Выходим назад и телепортируемся. Ну, думаю, лучше всего телепортироваться в замок. Ну, а от замка, я думаю, нужно будет уже добежать до Тарака. Я не думаю, что это для вас будет слишком так интересно. Поэтому давайте весь этот такой процесс я постараюсь, наверное, вырезать. Так, теперь это точно, вырезать, особенно когда Готика вылетела. Ладно, увидимся, когда я добегу до Тарака. Итак, я добрался до места, у меня есть все необходимые ингредиенты. И давайте попросим мы Улу-Мулу. Я собрал все, что нужно для Улу-Мулу. Чужак, сильный солдат! Дать мне вещи, дорог делать Улу-Мулу! Вот! Чужак, нести Улу-Мулу и быть гордым! Дорог теперь спать! Спасибо, я пойду. Хорошая дорога, чужак! Так, ну давайте мы сейчас сразу на нее тогда посмотрим. Итак, где же она? Вот она, Улу-Мулу является великим знаком силы и достоинства. Его хозяин может не бояться орков. Однако, его хозяину нельзя убивать орков. То есть, если мы кого-нибудь ударим, то, в принципе, все, считайте, пропало. Потому что все, кто видели это нападение, те, естественно, будут на вас нападать. Не важно, есть ли у вас это Улу-Мулу, собственно говоря, или нет. Однако, просто так мы и сейчас взять и одеть не сможем. Как видите, у меня сейчас не хватает 17 силы для того, чтобы ее одеть. Но ничего, я думаю, что к следующему эпизоду я эту проблему решу. Тут нужно будет всякие кольца, амулеты тоже переодеть там на силу. Ну и, в общем-то, если будет еще недостаточно, то, может быть, ее немножко подкачать. Ну а на этом я тогда буду заканчивать данный эпизод. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, а также подпишитесь на канал, если вы не сделали это раньше и не хотите пропускать новые и интересные видеоролики. До встречи в следующем эпизоде! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok